Всем привет ребята, с вами снова Хик, заключительная часть по спидрану GTA San Andres, возвращаемся в Лос-Антос, сегодня будет финалочка, будем захватывать территории, расскажу как это делается, все в ускоренном темпе разумеется будет, но не обессудьте, потому что это занимает достаточно много времени, если не ошибаюсь, где-то 8 минут на все захваты и так далее. В общем, сложная эта тема, спасибо вам большое за поддержку данной рубрики, сегодня последняя часть, и надеюсь у вас активность будет, ооо, ужиньки какого, так сказать, финалочка, все, всем большое спасибо, за лайки, за комментарии, мы начинаем с вами. 11 часть, возвращение в Лос-Антос, первая миссия Vertical Bird, типа, very good английский у меня, миссия на самолете, которая для многих, опять же, я выделяю многие миссии, которые так или иначе могут быть сложными для некоторой части людей, для некоторой части населения, вот, она является сложной, только в том случае, если вы не умеете управлять гидрой. Спокойно подъезжаем к кораблю на своем стильном катере, пробираемся через трюм, точнее, в сам трюм, забираемся в корабль, вообще в наглую заезжаем, никого не боимся, здесь нужно, на самом деле, быть чуть-чуть аккуратнее, когда вы, вот, именно, зайдете на борт, потому что охранники, вот эти самые военные, очень сильно дамажат, у них эмочки, самое такое, дамажное оружие в ГТА, ну, кроме, разумеется, минигану. Минигану у NPC нет, поэтому просто со всеми разбираемся, тупо в наглую бежим, даже игнорируя просьбу игры отключить БПЛА, точнее, ну, вы поняли, ракетная установка на верхушке корабля находится. Берем первую гидру, попавшуюся, самую ближайшую, и просто летим. Сейчас важно, почему мы не отключили БПЛА, ПВО, точнее, ПВО, точно, ПВО, мать его, окей, мы не отключили ПВО, за нами сейчас будет хвост, три истребителя вражеских, и самое интересное то, что если вы его не отключите, ПВО, то, обратите внимание, вражеский самолет уничтожен, два самолета игра сама уничтожает, то есть вам не нужно туда-сюда мотаться, делать круги, наворачивать для того, чтобы уничтожить вражеские истребители, за вас это делает игра, вот так все просто. Но, опять же, перед тем, как вообще взлететь, вы должны соблюдать расстояние, то есть не набирать высоту для того, чтобы ракеты в вас не полетели. Отлично, уничтожили все самолеты, это очень просто делается, уничтожаем корабли, дальше по списку, в первой дамажим, если у вас есть такая возможность, но можно на самом деле его не дамажить, просто я тут уже на скиле, на скилухе, как говорится. Пытаемся посадить гидру, да, максимально слоу, но, опять же, я вам предупреждал вас, чтобы вы сохраняли патроны для минигана, вот как раз таки для этой миссии, потому что с минигана гораздо проще, гораздо удобнее уничтожить эти самые лодочки. Вражеские, так сказать. Все, шпионские лодки уничтожены, можно смело садиться на гидру. Вы просто представляете, сколько бы мы времени потратили, уничтожая эти кораблики с помощью гидры. Вот я тоже представляю, очень много времени бы это заняло. Ну окей, у нас миниган, мы его полностью потратили, как раз таки на этой миссии. Спокойненько летим в заброшенный аэропорт, выполняем приказ старинно, посадить самолет. Вот, также заранее нас просят, чтобы мы на посадочную полосу его припарковали, но мы знаем, что после того, как мы его припаркуем на посадочной полосе, нас просят его загнать в ангар. Мы заранее уже перед ангаром паркуемся, останавливаемся, появляется маркер, задом его заезжаем. И миссия пройдена, найс, 50 тысяч получаем, летим к убежище Таарина. Для чего это делается? После этой миссии, вертикал бирд, в убежище Таарина спавнится тяжелая амуниция, то есть это базука самонаводящаяся, просто ракетница. И миниган, по-моему еще огнемет спавнится, но он нам не нужен. Мы сюда приехали за миниганом. Видите, сплиты. Миниган хайп. Что нам нужно делать? Нам нужно просто взять миниган, сохраниться на любой слот и опять его брать. То есть тем самым мы фармим себе патроны для минигана. Это мы делаем для того, чтобы захватывать территории. Чтобы захват территории у нас был быстрый и без особого напряга мы этим занимались. Вот просто фармим так 7 раз. Я специально этот момент ускорил, потому что это весьма такой продолжительный процесс. После того, как мы фармили 7 раз, должно быть где-то 4000 патронов. 3500 или даже 4. Да, где-то так. Короче, вы сами там поймете 7 раз. Нужно будет взять миниган. Летим на миссию хомкоминг. Или что там, да. Чё-то типа того. Возвращение домой. Миссия свита. Та самая миссия, где мы будем его доставать из тюрьмы. Отлично. Паркуем самолетик здесь. Делаем это максимально, крайне аккуратно. Почему? Потому что нам потом понадобится. Опять же, все для быстрого перемещения. Но вы можете так не рисковать. Но это же спидран. Без риска ничего и не получится. Принимаем звоночек. Найс. Прибытие домой. Круто. Подберите красавчика у полицейского участка. Супер. Мы берем нашу гидру, которую только что поставили здесь. Взлетаем на ней. И... Да. Если у вас нет навыка пилотирования, лучше так не делать. Просто потому, что вы можете взорваться. Одно прикосновение с землей и гидра взорвется. Я уже на опыте, чувак. Поэтому я делаю все аккуратненько. Хоп. Спрыгиваем. Вовремя. Падаем на проезжую часть. Вот тут же бы желательно какой-нибудь нормальный кар себе приобрести. Желательно, чтобы это был байк какой-нибудь, как всегда, да? Вот. Но у меня что попалось, то попалось. Бэха обычная. И мы довозим свита на кольцо грув. Домой его везем. После очень много месяцев заключения. Сейчас нам нужно заагрить балласов. Ну, в общем, начинайте захват территорий. Убивайте всех наркодилеров, которые есть на районе. Их не так много. Но вообще, главная цель, разумеется, захватить территорию. Ваше родное, так сказать, кольцо. Уничтожаем первую волну. Проводим обычный захват. Первая, вторая волна. Три волны. Параллельно уничтожаем наркодилеров, говцев. Почему бы и нет? Берем броню. То есть, опять же, не исключаем тот момент. Всегда нам нужна будет броня. Если вы будете неаккуратны, тем более. Броня, хп, все это появляется тогда, когда происходит захват. Ес, это мой район. Найс вид. Застрял в машине. Биндал он битап. Найс. Я читаю название миссий. Отправился к дому битапа. Сейчас все не начнется. В принципе. Сейчас такие начальные миссии, которые выполнит, мне кажется, любой. У них ничего такого сложного нет. Самое интересное начнется тогда, когда начнется захват территории. Там нужно будет объяснить. Кстати, вот. В начале байк я нашел в гараже. Почему? Правильно. Потому что в начале игры, в первой самой серии по спидрану, мы его ставили в гараж. Вот для этого момента он нам и нужен. Для финалочки. Многие от вас спрашивают, зачем полицейский байк. Он нужен. Так или иначе. Все не просто так это происходит. Понимаете? Так. Приезжаем в Глинтпарк. Видим баласов. Агрим их. Обращаем внимание на то, куда я вообще ставлю байк. Особенно нужно будет обратить внимание тогда, когда будет третья волна. Уничтожаем все волны. Трым-пырым. Вот. Обратите внимание, куда я паркую байк. Это очень важно. Припарковать его на этой улице именно. Чтобы он не исчез. А то происходит диспавн. После того, как мы сейчас уничтожим третью волну баласов. Происходит диспавн транспорта. Все исчезает. Если вы не так все поставите. Не в том месте, где я поставил, например. Вот. Байк пропадет и будет неприятно потом его искать. Так что лучше это избежать. Уничтожаем баласов. Я тут пытаюсь взять слайд. Меня давит машина. Найс кейм. Я ничего не получается. Я психую. И просто уже, как терминатор, с мини-ган уничтожаю всю пачку баласов. Найс. Еще остается один. И... Найс. Разберитесь с бидапом. Это просто катсцена. Мы ее скипаем. И сейчас начнется самое интересное. Захват территорий. Берем полицейский байк. Что очень важно. И едем на территорию. Баласовскую. Находим баласов. У меня никто не появляется. Супер найс. А вот и они. Агрим. Трех баласов. Убиваем трех баласов. Начинается захват. Только от трех. Все. Развязал войну группировок. Отлично. Берем байк. Стараемся... Сделать так, чтобы волна особо появлялась в одном направлении. Лучше так это сделать, чем в разных направлениях не будут появляться. Пока добегут до вас. Пока то и сё. Отражаем первую волну. Нет ничего необычного. Сейчас появится вторая волна. Появляется. Ее также уничтожаем. До последнего. Персонажа. Так. Ты выдержал второй и натиск. Да. Вторая волна. И теперь, когда будет третья волна, нам важно начать миссию полицейского. Схоп смотрим. Начинаем миссию полицейского. Баласы остаются. Территория становится нейтральным. Но игра считает ее как бы за наш процент. Который нам нужен. И мы спокойненько начинаем захват следующей территории. Я еще объясню, как это делается. Уничтожаем первую волну. Да, по пунктам. Уничтожаем первую волну. Отлично. Мы ее отразили. Появляется. Вторая волна. Мы тоже ее отбиваем. И как только ее отбиваем. Мы садимся на байк. И заезжаем на следующую территорию. Которую хотим захватить. И только тогда, когда появляются баласы на карте, мы включаем миссию полицейского и тут же ее выключаем. И уничтожаем баласов. Опять троечок. И у нас захватывается территория. Опять. Но при этом та территория, которую мы захватывали, становится нейтральной. Но все равно игра засчитывает ее в наши проценты. То есть это территория Грув Стрит. Собственно, для того, чтобы начать финальную миссию, нам нужно захватить 35% территорий. И с помощью такого метода. То есть буквально игре нужно всего лишь две волны для того, чтобы засчитать территорию на Грув Стрит. В пользу Грув Стрит, разумеется. С помощью такого метода. Мы очень быстро захватываем гетто. У меня есть подробное видео на канале. О захвате. Если вам непонятно, что я тут объясняю, можете посмотреть его. Я там более детально это делаю. Хотя, в принципе, объясняю одно и то же. Ну вы поняли, да, что нужно делать? Первая волна. Вторая волна. Миссия байка. Выключаем ее. Агрим баласов. Начинаем захватываться в следующей территории. В общем, если вкратце, то так. А я еще объясню. Постараюсь. Так. Следующая Грув Стрит 4 Лайф. Игнорируем свита. Берем также свой байк. Старается еще байк ставить в гараж. Потому что миссия может задеспавнить байк. Вот эти вот финальные миссии. Они вот такие вот, да. Они могут задеспавнить. Я, так сказать, для подстраховочки все время его ставлю в гараж. Здесь все очень просто. Мы не брали свита для того, чтобы он не мешался. Опять же, его игнорируем. Наша задача здесь просто захватить две территории баласов. И все. Это, опять же, будет считаться в общий процент захвата территорий. Так что все, что вы делаете здесь сейчас. Это все идет на пользу. Захватываем две территории просто. Тут, к сожалению, не получится. Также багом захватить. Просто потому, что вы находитесь на миссии. Что логично. Вот. Захватываем вторую часть территорий. Уже два квадратика мигает. Найс. Хоп-хоп-хоп. Всех уничтожаем. Первая волна. Пройдена. Вторая тоже. И на третьей я уже бегу наперед. Они появляются. Все. Я захватил все территории. Все две. Возвращаюсь на круг стрит. Паркую байк. Миссия пройдена. И открывается второй парт захвата территорий. Самый основной. Самый муторный. Обращайте внимание, какие я территории захватываю. Просто сейчас все внимание на карту. Потому, что принцип не изменился. Я сейчас просто занимаюсь тем, что захватываю территории для процента. Для общего процента. Чтобы получить эти зловейшие 35 процентов. Ну, вы поняли, да? Захваты территорий. Вот. Ничего не меняется. Я развязываю войну на первой территории. Выдерживаю два натиска. Две волны. И как только появляется третья волна, я сажусь на байк. Включаю миссию полицейского. Отменяю ее. Баласы остаются. Территория становится нейтральной. И я начинаю новый захват. Все очень просто, на самом деле. Как часики работают. Тут то же самое. Вы к этому так или иначе прилучитесь. Я не знаю, почему я пытаюсь объяснить так, как будто бы это очень сложно понять. На самом деле, нет в этом нифига сложного. Я напоминаю, что ссылочку. Там, где я это объясняю, подробно оставлю в описании. На захвате территорий. Там вы точно разберетесь. Потому, что даже Булкин разобрался. Вот. А Булкин как бы нуб. Вот. Без обид. Ну, просто он как бы не спидранер. Но он и то в этом разобрался. Он просто козуал. Так что вы тоже с этим справитесь. Все очень просто. Захватываем. Вот. Общите внимание, какие территории я захватываю. Все. Внимание на карту. Можете сейчас перемотать. И пока я все это говорил, разговаривал с вами. Вы, наверное, пропустили. Какие именно территории я захватываю. И если вы, в принципе, последуете за мной. Какие территории я захватил. Такие будете захватывать вы. То у вас и получится 35%. Собственно. Чекаю статистику. Да, там все хорошо. Все верно. Уничтожаю всех. Второй натиск. И на втором натиске я уже просто все игнорирую. Потому, что третья волна. Вы сами понимаете. Ее можно не уничтожать. Можно просто. Нажать на миссию байка. И. Она будет нейтральная. Но все равно. Как я и говорил. Она засчитается. Статистика банды. У меня там 35,85%. Этого более чем достаточно. Все. Все, что нам остается. Это пройти миссии сюжетные дальше. Второй парт территорий пройден. Собственно, ничего и сложного в этом нет. Лишить голоса. Ответите бешеного кекса на съемки видеоклипа. Сейчас. Нужно будет. Разобраться. Сауджи Лок. С его стихами. С его клипами. Мы должны сейчас будем приехать на съемки его видеоклипа. Но мы будем это делать нестандартным способом. Мы будем рисковать. Мы будем прыгать со скалы. Для того, чтобы быстрее туда добраться. Максимально срежем тем самым маршрут. Не будем бежать через всю карту. Большой крюк делать не будем. Вот. Внимание. Вот здесь нужно будет как следует разогнаться. Максимальная скорость. И прыжок в воду. И молиться на то, что сработает триггер. Мы игнорируем указание игры, что нужно проследовать именно на этой воздушной подушке. Мы садимся в Саньюз. Грузовичок. И просто по суше как бы следуем за ОДЖИ Локом. Да. Все просто. Мы считаете быстрее скрипта. Мы его таким образом обхитряем. И. В общем, играть это особо-то не против. Главное то, что мы за ним следуем. Мы заранее знаем, где будет следующий этап. То есть миссия ОДЖИ Лока делится на несколько частей. Первая это лодочки. Вторая это картинги. Ну и в принципе все. Два этапа. Приезжаем. Садимся на картинги. Гоним за ОДЖИ Локом. Его не надо убивать. За ним нужно просто следовать. Вы можете опять же, как я это сделал, обогнать его. Потому что я знаю, в принципе, где его финальная точка. Я знаю весь уже его маршрут. Я просто еду впереди. Это ни в коем случае не дает какого-то преимущества. Скрипт как будет ехать, так и он будет ехать. Но, тем не менее, все равно. Будете перевес скрипта, скрипт будет работать чуть побыстрее, чем будете за ним тащиться какое-то время. Все, тут я просто еду за ним. Все, просто следуйте. И без каких-либо нареканий на это. Тут мы приближаемся уже к конечной стадии. ОДЖИ Лок поворачивает направо. Но мы следуем прямо. Мы знаем, что именно здесь сработает кассцена. Появляются те самые грузовички. Мы его ждем. Тупо ждем. Эй, ОДЖИ Лок, ты слишком медленный. И да, срабатывает кассцена. Миссия пройдена. И следующая миссия Реуд. Тут мы берем любой байк. Я тут не знаю, что произошло. Что не так. Но что-то случилось. Меня затаранили. Но я не унываю. Еду дальше. Тачка в дерьме. Я не смог забраться. Отлично. Просто проходим. Миссия Реуд. Заходим на маркер. Все, что нам нужно этой миссии, это просто увезти свита домой, как всегда. Он опять что-то завалялся в особняке Мэтт Дога. Это не его дом. Я не знаю, почему он там. Кратчайший путь. По шоссе, разумеется. Как и всегда. Когда мы двигаемся на Гроу Стрит. Особенно на миссии Реуд. Спокойненько паркуемся. Ничего не сложного в этой миссии. И миссия пройдена. Да. Диалог возникает между СиДжием и его братом. Найс. Мишен Коплит. Спокойненько подъезжаем к следующему маркеру. Лос Десправа. Все, что нам нужно, это сейчас будет нанять Хомисов. Они где-то спаиваются здесь. Просто оглянитесь вокруг. Возможно, они где-то рядом будут. Неман 2 Хомисов. Двигаемся на станцию Юнити. Помогаем Цезарю разобраться с его районом. Чтобы там все хорошо было. Так, есть здесь минусы одни такие. Что если ваши Хомисы увидят полицейского или полицейский вертолет, они начнут убегать. Так что тут была не была. Молите, чтобы вертолета не было сверху. Иначе Хомисы выпадут. Вам будет нужно искать нового Хомиса. Но меня везет мне. Понимаете? И я спокойненько доезжаю до точки. Отлично. Помогите Чезаре и членам банды защитить его район. Отлично. Уничтожаем всех Хвагасов. Я делаю с помощью слайда. Миниган они убегают. Тут же появляются. Просто проще с миниганом вообще играть в эту игру. Просто проще. Делаем слайд. Следующий райончик, микрорайончик такой. Где спальнятся эти Вагасы. Дальнейший появляется после уничтожения предыдущего. Найс. Спокойненько лунной походкой. Просто гроза, смерть. Карл Джонсон с миниганом против всех Вагасов. Отлично. Остается один. Я его не добил. Отправляйтесь к переулку. Последний этап. Хопс. Уничтожаем Вагасов. Взрываем машину. Взрывной волной всех уносит. Добиваем оставшихся. Бежит еще одна толпа араба. Супер. Сейчас откроется справа гараж. Уничтожаем всех троих. Этого пока не уничтожаем. Он бессмертный. Он заскриптованный. Он убивает Хейзера. Точнее ранит его. И только тогда можем его убить. Появляется еще одна толпа Вагасов. Тоже уничтожаем. Надеюсь у вас с этим проблем не возникнет. Старайтесь аккуратно вести вообще прицельный огонь. Потому что патроны миниганы не бесконечны. А впереди еще у нас последний путь. Финальная миссия. Уничтожаем Вагасов. Осторожнее будьте. Потому что впереди вот там вот как раз таки где я сейчас держу прицел. Там стоит машина Блейд. Она нам очень пригодится. Вот сейчас вот например. После того как мы завершили миссию. Нам нужно будет на чем-то ехать до финальной миссии. С этого района. Коронос. Коронос по-моему как-то так район называется. Я уже не помню. Лос Калинос. А Лос Калинос это не то немного. Окей. Good. Миссия пройдена. Цезарь уходит. Берем тот самый Блейд. Который мы благополучно не взорвали. Опять же стараемся максимально быть аккуратными. Сейчас надо будет принять звоночек вот здесь вот. Выходим из машины. Принимаем звоночек. Можете делать это на любом месте. Но я просто делаю это здесь. И едем до финальной миссии. Все. У нас есть 35% территорий. Если все хорошо. То вы сможете начать финальную миссию. Отлично. Принимаем еще один звоночек. Тут Цезарь говорит что. Свит точнее. Прошу прощения. Свит говорит о том что все. Я нашел где этот смолк вонючий прячется. Да. Садись в машину с красавчиком. Ведите машину к дворцу Крэка. Все. Пацаны. И ребята. И девчата. Финал. Финальная миссия. Берем. Байк. Нам нужно угнать бронированную машину. Делаться для того чтобы пробить стену. Бамс. Вообще не боимся этих копов. Тупо на таран. На то она как бы бронебойная машина. Ей плевать на все. Бамс. Тараним всех. Давим. Выходим из машинки. Это из танчика. И короче все этажи проходим чисто с помощью минигана и слайда. Уничтожаем первый этаж. Внимательно смотрим где все враги. Вот я здесь их все показываю. То есть опять же. На самом деле ничего сложного нет. Они здесь спавнятся все одинаково. Проходим так слайдом по всем врагам. Тут спавны одни и те же. То есть не думайте что здесь какой-то рандом. Здесь все персонажи спавнятся на тех же позициях. Если вы натренируете этот уровень. Так скажем. Последний. То вы будете знать где находится каждый враг. И их местоположение не изменится. Вам будет намного легче. Это знаете. Это как миссия. Just business. Там также. Еще в первой части. В первом видео. Мы рассматривали сами эту миссию. Just business. Там где просто хатшотики всем раздаешь. Кстати на каждом уровне есть броня. Старайтесь все подбирать. Потому что враги могут быть максимально предсказуемыми. Какой-то аэродомный шот. От шотгана прилетит. Сори извините. Так. Выбиваем бигсмоука. Просто всаживаем его. Просто всю обойму минигана. Он умирает. В общем. Самый легкий босс. За всю историю видеоигр. Темпэ не убегает. Мы надеваем очки ночного видения. Я их специально одел для того. Чтобы видеть вообще. Вам показывать что происходит на экране. Я также пытаюсь сделать слайд. В общем в обратном направлении. Все то же самое. Правда врагов здесь поменьше намного. Но в обратном направлении тоже слайдом. Потому что Сиджи не умеет бегать. Да. Вот почему слайд. Уничтожаем всех врагов. Здесь нас игра просит потушить. Дает нам огнетушитель. Но мы игнорируем абсолютно все просьбы игры. Мы просто знаем что. Нам хватит брони. Нам хватит хп. Просто преодолеть через этот огонь. Просто через него пробегайте. Можете через него перепрыгивать. Но я просто пробегаю. Я знаю что вот здесь есть броня. И на каждом этаже. Особняка есть броня. Поэтому я вообще не волнуюсь по этому поводу. Тем более у меня есть миниган. Что может быть страшнее. Правильно? Вот. Появляются враги. Их поменьше. Мы просто их игнорируя. Проскальзываем все эти моменты. С помощью слайда. Здесь также можно здесь тоже игнорировать все. Но опять же. Если вы боитесь. Можете всех добить. Вот видите. Я последнего не стал убивать уже. Все. Проигрывается финальная. Та самая ха-сцена. Где Сиджи убегает из особняка. Он взрывается. Уничтожается. И Свит. Не терпится ему отомстить. Темпенни за все его страдания. Все. Мы просто следуем. За пожарной машиной. Темпенни. До того самого момента. Пока Свит. Не будет. Прыгать с нее. В общем то все просто. На самом деле. Пока можно. Поговорить о чем-то. Пока все равно. Ведется преследование. Здесь просто нужно следовать за ним. Здесь никак нельзя ничего помешать. Не старайтесь его перегнать. В случае миссии Оуджилока. Оуджилока можно было перегнать. Но здесь старайтесь не перегонять. Потому что она может вас перевернуть. В общем. Много казусов может возникнуть. Просто держитесь. Рядом с ней. Сзади. И все. Дождитесь того момента. Пока Свит. Не начнет прыгать вам на капот. Вот. Вот сейчас где-то здесь уже это произойдет. На шоссе. Дисплейте трафик. А то вдруг попадется под вашу машину. Ладно. Там скрипт. Ловим красавчика спокойно. Ну и все. АФК тайм. Так называемый начинается. Потому что в принципе сейчас от вас мало чего зависит. Вряд ли. Даже если вы постараетесь. Вряд ли у вас машину уничтожат. Вы сейчас садитесь за стрелка. Просто уничтожаете всех на своем пути. В общем ребята. Это было интересное прохождение. Я надеюсь вам. Вообще. Да. Я видел. Я видел. Что вам нравится эта рубрика. Вам она понравилась. Так запала в душу. Каждый ждал этот выпуск. Я тоже его с нетерпением ждал. Мне нравится. Вас чему-то учить. Вам надеюсь тоже все понравилось. В общем такое было прохождение GTA San Andres. С спидраном. Опять же. Дальнейшее. Скорее всего будем распадатривать уже Vice City. Многие из вас хотели. Вообще напишите плюсик в комментариях. Или говорите да хочу Vice City. Поставьте лайк. Поставьте лайк. Просто за финал. И за то что хотите Vice City. Почему бы и нет. Я смогу разобрать тоже этот ран. Потому что я ранее был спидранером Vice City. Тоже было время. Вот. Но там намного интереснее. Там получится наверное части 2-3. Вот. Ну. А San Andres мы заканчиваем. Всем спасибо большое за просмотр. У нас неплохой получился RTLS. Возвращение в Los Santos. Темпей не теряет управление. Падает с моста. И тайм. Обычно здесь. И написано ваше время прохождения игры. Ну учитывая то что я проходил как бы по сегментам. У меня составило 49.54. Ну в принципе неплохо. Для новичков вообще идеально. Вот. Все. Темпей не умирает. Темпей не умер. Финальные титры ребята. И это означает то что игра пройдена. Всем большое спасибо за просмотр. За поддержку этой рубрики. Всем благодарен каждому. Кто меня поддерживал. Ставил лайки. Подписывался на канал. Спасибо всем. И до следующего видеоролика. San Andres закончен.